Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Лидия. И сегодня я по совету моей дочери Даши после очередной нашей совместной видеосъемки несколько подписчиков, ну, будем так сказать, восхитились нашим дуэтом. Как мы слаженно, как мы вынесем, как у нас все это получается. Книги в основном одинаковые, читаем мнения у нас, совпадают зачастую и так далее. И прозвучал такой вопрос. А как воспитывали Дашу? Наверное, с какими-то там этими штучками-дрычками всякими следовательскими и прочие дела. Но что на это? Следователь, как говорится, в Африке следователь по особо важным делам. И, конечно, это не означает, что, положим, вот наши суровые будни подвигают нас вот дома, в воспитании детей, так шаг влево, шаг вправо, расстрел. Мы решили послужение, наказание и так далее. Нет, ничего подобного. Это обыкновенные люди, я в том числе, и наивные, и некомпетентные в деле воспитания. Да, в мое время-то еще, знаете ли, да и не было техник, типа Бенджамина Спока, либо еще каких-то всякоразностей. Так, забота каждодневная, напоить, накормить, одеть, приласкать и так далее. Вот начиналось мне интересно все это с моей дочерью, поскольку я работал в районной прокуратуре тогда, прокурор у меня такой был, Филис Светланович, шутник, дядька такой суровый. Знаю о вас, теток, вечно вы выйдете замуж, забеременеете, дети, сопли и прочие дела, работа где? Работать-то кто будет? Давай, пиши мне подписку официальную, что три года, как минимум, ты, значит, беременеть не будешь. Ну, так смехом написала. Но в каждой шутке есть доля шутки, конечно, хоть и да и смехом, а работа действительно не располагает в постоянном больничном там и прочим делам. Ее за тебя никто не сделает. Ну и вот как-то не получалось все у нас с мужем. Действительно, как все одно, это и расписка я себе крест поставила, какое-то действительно три года. Лечились. Потом, помню, мы поехали в славный город Саки на Украине, там порекомендовали санаторий очень хороший, который дает достаточно положительные результаты в большинстве своем. Вспоминаю, попали мы впервые, естественно, в Крым. Идем мы с мужем, так это по славному городу, этому, Саки. Круговно, значит, речь такая украинская. И мы так-то говорим, вальяжно, вышагивая. Надо же соответствовать действительности, правда? Я так это говорю. Шо це таке? А муж мой рядом идет. А як же? Ну, вот так мы весело проводили время. Надо сказать, что действительно ожидания наши этот санаторий оправдал. Правда, были проблемы с вынашиваясь. Моравейла, моя дочка, выскочить с этого тюрьма не удержалась. Лечились опять. Были и проклятия даже. Я, помню, уже на последнем месяце пришлось мне исполнять обязанности прокурора на учебе. Я была арестовала, помню, цыганку арестовала, молодую. Я родила как раз в тюрьме. Уже пятый раз с судимостью была. Вот приведу я еще один раз. Ребенок маленький. Ну, арестовала я ее, конечно. Как она там заверещала, как заорала. Да чтоб тебе пропасть, да чтоб тебе не разродиться. Ты сама вот скоро будешь. Не ребенок маленький. Я говорю, что ж ты не думала, ты, беденькая моя? А ребенке-то? Я ж тебя безнамурдник, ж выпускать нельзя вообще на улицу. Ну, расстроилась, конечно, когда у нас пожилая женщина была такая умилая. Бросьте лезь век, наплюйте вы на нее на дуру, где-то что попало, мяя. Ой, ой, ой. Ну вот, родилась моя дочка Дашенька. Самое интересное, вот о книгах, коль у нас речь идет всегда о книгах, вот, видимо, это все-таки какая-то склонность должна быть все равно, потому что уму уже второй брак был со мной, а от первого мы потом забрались, ему было уже 9 лет, правда. Казалось бы, он видел, что отец его постоянно читает, что он интересуется историей там и так далее, и так далее, и так далее. Но, тем не менее, вот Андрей не был склонен к чтению, он вообще ничего не читал, у него была одна напламенная страсть, это рыбалка, там он без гиппедняга. Вот, и поэтому я не могу сказать, что вот наш пример, то бишь мой муж, что у нас большая библиотека к тому времени с всякими правдами и неправдами была собрана, хотя в те времена с книгами было достаточно сложно, что мы постоянно читали в любое время дня и ночи, как-то на работе там не умаялся, ты все равно читаешь ночью и во всякие разные времена. Ну, вот, тем не менее, она, видимо, вот такая прилетела, душа-то ее уже склонная к любви к книгам и так далее. А потом она, малютка, абсолютно на диване сидит, фотография даже есть такая, а у нас была книга вот такая здоровенная, здоровенная, называется «Животный мир Краснодарского края». Огромная, короче, у нас с нее ростом как раз была тяжелая, такая, она ее удерживает так, месяцев, наверное, ей было еще шесть, а то даже меньше, и так это удерживает и листает, при этом, значит, читает. Читает, да. Ну, на ночь и прочие сказки, это мы, конечно, без этого никак. Поэтому не думаю, чтобы наш личный пример родителей подвиг бы, дочь нам, любовь к чтению, видимо, у нее это уже было, заложено было, да, но не только генетическим, вот. Любовь к истории, ну, здесь папа, ей, конечно, чуть ли не вместо сказок на ночь рассказывал всякие разные исторические моменты. Видимо, тоже за склонность к этому моменту она все это воспринимала, шапматы положим, увлекалась у мужа. Я, кстати, так и не обучилась, у меня нет способностей никаких к аналитическому мышлению, как ни странно. Вот, играла достаточно неплохо. Ну, вот, как бы так. Может быть, оно и правильно, вот, классика слова, что всему лучшему я обязан в моей жизни книгам. Или, может быть, сам себя воспитал, может, как бы, Заров говорил, я сам себя воспитал. «Возьми меня положим», у нас с ними никто никогда не читал, и книжки дома не завалялось никакой темене. Вот тоже с четырёх лет я постоянно с книгами. И поэтому, ну, поскольку ребёнок долгожданный, естественно, чрезвычайно любимый, ну, я бы не сказала, что разбалованный весьма. Наверное, тут как-то чисто интуитивно, какая-то вот японская, что ли, система воспитания, когда ребёнку позволено всё. Не сказала бы, что она была там хулиганистая какая-то, что-то, чего-то как-то. Достаточно такая спокойная девочка была. Она в садике-то, я её бедненько в годик. «Ой, если отдала на работу, что надо бежать, господи, боже мой!» И вот воспитательный сестин говорит, вот вы её принесёте, значит, она на скамеечку сядет и сидит целый день. И синеет, и синеет, и ни с кем, ни как. То есть это вот какая-то такая внутренняя у неё была жизнь, своя абсолютно абстрагирована от действительности, что ли, как бы она была в своём мире, конечно, благодаря книгам прежде всего. Ну и мечты, её рассуждения, это всё из книг, что я принцесса, я там рода племени такого, сякого, розетокого, нетутошняя. Вот так как бы. Ну и поэтому книги, 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 это, конечно, и сама научилась читать очень рано, и сама уже потом стала читать, и по сей пор, конечно, забыла. Ну, совпадение, я не знаю насчёт совпадения, как-то всё по-разному было. Она не любила классику, естественно, в школе, потому что отвратительна была, предплательница по литературе. Всё зависит здесь очень много от учителя. В этом деле не может даже слово «классика». Фу, гадости, всё это. Так уж по необходимости только, поскольку это надо. Вот так. Ну, в общем-то, некоторые классические авторы, типа Чехова, полюбила, и ещё нескольких. А в основном сама вот как-то. Книги мы добывали, и библиотека, она, естественно, ходила в своё время, и своя библиотека очень большая. Поэтому вот, наверное, свой круг чтения будем так говорить. Это сейчас уже возраст достаточно такой, уже... И мы как-то с ней сблизились, что ли, хотя вот много, конечно, Любовь Кокунина обоюдная, абсолютно, Семёновая, там, Васильева, и так далее. Это, безусловно, это одинаково. И восприятие, и оценки, и так далее. А в то же время, я, к примеру, читаю диктивы, Даша их терпеть не может, и никогда не читает. Она больше склонна, так сказать, читать исторические, типа, планы личности, типа Феодора, там, или Нефертити, ну, Петерберы, там, ну, и прочие эти, Романовы, прочие дела. Вот, как бы так. Особо никто её никогда не насиловал, поэтому здесь воспитание как такового, то есть к чему-то склонять, что-то внушать, нет, этого не было. И надобности в этом никакой ломать, каким-то образом под себя подстраивать, отнюдь, и даже наоборот. Сейчас я уже понимаю, что у каждого человека своя жизнь, своя программа, которую он должен выполнить. И надо ему только не мешать, будем так говорить, чтобы он себя реализовывал. А вот помочь, я не знаю, то есть выявить какие-то вот таланты, паспудные, как-то дремлющие, которые у каждого есть. Здесь уж как-то надо разглядеть, ну, не знаю, тут метода никакой у меня никогда не было. Как будет, так и будет. Хотите это, пожалуйста, хотите то, пожалуйста. В школе проблемы были, значит, некоторые, в школу не ходила по нескольку дней, о чем я узнала потом, впоследствии. Ну что ж, я сказала, Даша, это твое дело. Девочка достаточно уже большая, ты понимаешь, что учиться надо, если тебе это не надо, ты на здоровье, живи так, как ты видишь. Она мне впоследствии, кстати, через много лет, говорит, я в то время даже обидела, знаешь ли, да что это такое, в то время как нормальный, значит, родитель станет воспитывать, ругать, наказывать, гнать, значит, прутиком, как овечку. А тут, видишь ли, не хочешь ли ни на, вот те на, вот те здрасте. Ну, вот, как бы так. Детство с нашей работой, о, я следователь, жена, когда это, конечно, достаточно напряжена, такая жизнь домашняя, а муж-то и тоже следователь. Правда, и медицина, тоже не сахара. Вот уж, когда свет, это два следователя в семье, оба родителя, тут уж вообще души свет. Ну, тем не менее, вот, что выросло, то выросло. Маленькая, я помню, боже мой, деваться некуда, в районе работала, я дежурила как раз, где-то в 9 вечера, наверное, вызов убийства. А муж-то тоже, не то на вызове был, не то командировка, я уж не помню. Тем не менее, ребенка девать некуда. Из детей я привела, заметалась, как-то у нас не обзавелись мне друзьями, ни родственников там не было, никого, ребенка не на кого. Что вы думаете? Ну, пришлось же мне на место происшествия, на место убийства, двухлетнюю дочку тащить за собой. Правда, убийство было в частном секторе, в ограде, я ее посадила на скамеечку около оградной дочка сидит здесь, я скоро буду. Мама сейчас там вот свои дела сделает, там заходишь, вот там зацементировано, все улито, улито, все кровище, брат сестру зарубил. Вот сидела, терпеливо, так сказать, ждала, пока мама со своими этими скверными делами управится. То дома, там эти бесконечные дела домой таскаешь, а вот она там, это безусловно, все эти фотографии, все это так заглянет, фу, интересно, интересно, то есть совершенно так это интересно относится ко всем этим страшным делам, на взгляд, нормального человека, будем так говорить. Вот, так вот и тут вот съемки, на которые меня даже подвела, я не смею сопротивляться, надо думаешь, надо, 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 давай, ну, ну ладно, давай, давай попробуем, давайте вот то, давай вот это вместе. Ну и самое страшное ее слово, конечно, которое меня в панику сразу приводит, когда она заходит ко мне, положив в комнату, говорит, а я вот, мама подумала, и тут начинаются какие-то такие вот совершенно такие предложения грызу, ой, ой, да, ну, ну, ладно, надо обдумать, как-то это все неожиданно, вот так, вот так вместе мы с ней и живем, потому что муж мой папа, Даша, умер в Царстве Небесном, много лет назад уже, в достаточно молодом возрасте, поэтому, как бы мы вот вдвоем-то и все вместе и вместе, тут уж как бы нельзя по-иному-то похожие стали, как говорят, собака в семье похожа становится на своих хозяев, ну, а тут уж сам Бог велел. Вот такие вот дела, так что никаких каких-то особых методов, каких-то способов воспитания детей у меня не было, вот как-то оно само, видимо, получилось. Я думаю, достаточно неплохо, мягко говоря, да, я довольна. Всего доброго на этом, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok